РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕВАНГЕЛИЯ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и улический феоктист. Сегодня за литургии в православных храмах прочитывается отрывок Евангелия Та Иоанна, стихи с 1 по 13-17 главы. Сия глагол Иисус и возведе очи свои на небо и рече. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня, Ты, Отче. У Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира, я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. «Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю о мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Да им вот радость Мою исполненную в себе. Только что мы с вами услышали начало так называемой первосвященнической молитвы Господа Иисуса Христа. Она была произнесена непосредственно перед взятием Христа под стражу. Не случайно эта молитва называется первосвященнической, ведь в ней Христос молится не о себе самом, а о всех нас. Здесь он выступает как ходатай за человечество перед Богом Отцом. Ходатайство за других – основная функция любого священника, и тем более первосвященника. Того, от кого мы получили свое священство. Того, кого в православной литургии мы называем приносящим и приносимым, и принимающим, и раздаваемым. Иными словами, в литургии мы исповедуем, что Бог сам совершает литургию. А мы, священнослужители, всего лишь живые инструменты в его руках. Поэтому в собственном смысле священник, или же первый священник, есть только один – сам Бог, во всей полноте открывший себя человечеству через воплощенного Богослова. В своей молитве Господь Иисус Христос произносит очень важные слова. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Вечная жизнь, Царство Небесное – не какое-то особое место. Об этом Христос говорил и ранее. Но ни в каких других своих зафиксированных речах Он не говорил о том, что вечная жизнь состоит в познании единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Эти слова – совершенно новые откровения воплощенного Бога. В книге «Премудрости Соломона» есть очень схожая мысль. «Знать тебя есть полная праведность, и признавать власть твою – корень бессмертия». Но Соломон ничего не говорит о Христе. И потому у него речь идет лишь о корне бессмертия, о некоем залоге, но не о самой жизневечной. Евангелие же утверждает, что полнота жизневечной невозможна без знания Иисуса Христа. Под знанием здесь, как и вообще в библейском тексте, подразумевается не только сумма интеллектуальной информации, а жизнь, соответствующая этому знанию. Если человек знает о едином истинном Боге и о посланном им Иисусе Христе, но это никак не отражается на его повседневной жизни, то это вовсе не то знание, которое названо здесь жизнью вечной. Евангелие. День за днем.